День музейного селфи День музей Ну что, вы в фотоаппаратах, я могу это трогать? Да, конечно Не предполагают в фотоаппаратах наличие пленки То есть, если сейчас это показать современным детям Они спросят, что это такое? Так расскажите же, что это такое? Та самая фотопленка, но, наверное, чуть более профессиональная, чем была у нас в детстве Которая с перфорацией Это именно профессиональная, которая еще на сегодняшний день актуальна Андрей, почему вы все-таки так даете дань традициям и работаете с помощью пленки? Наверное, все-таки это часть искусства. Как бы ни был современен цифровой мир и совершенно цифровые кадры, все-таки это цифровая вещь, слишком современная, где фотография состоит из кода, а это все-таки соприкосновение света, эмульсии, такая магия, которая все-таки дает немножко другие кадры, которые цифровая техника все-таки пока не может сделать. Да, поясните, пожалуйста, что такое эмульсия? Мне поясните, я. Да, для Иры, ну и для меня тоже, потому что такие понятия, да. Наверное, это все-таки химия такая, да, которая рождает и превращает свет, который соприкосновается с этой пленкой вот в фотографию, да. То есть она, собственно, рождает, потом уже снимок готовый. Да, и более того, мне кажется, что пленка интересна тем, что над ней все-таки работали искусствоведы, химики, физики, и результат полученных кадров – это вот результат все-таки большой части людей, которые причастны к искусству. Андрей, хорошо. Вы любите фотографировать на пленочные фотоаппараты. Это прекрасно, замечательно хобби, но вы ведь работаете именно с ними, да, работаете на каких-то где-то мероприятиях. То есть есть ли спрос вообще у людей на съемки такого рода? Есть спрос у людей, как раз те люди, которые ценят искусство, ценят и видят, и разбираются в красоте эстетического кадра, у них есть спрос. Плюс, если говорить про свадебную фотографию, на которой снимаются, вот на пленку я снимаю, да, там все-таки есть такое направление стиля, как файн-арт. А ну-ка, что это за направление? Файн-арт – это такое интересное направление, которое пришло к нам из-за рубежа. Оно заключается в том, что фотографы, снимающие на фотопленку, которые имеют необычные цвета, необычный свет и широкий динамический диапазон, позволяют делать максимально приближенную картинку по цвету к картинам, которые известны в галериях. Там, например, очень много копируют фотографы, это стиль импрессионизм и другие. В общем, такая насмотренность этих картин, оно дает создание этому направлению, когда получаем мы что-то эстетическое, что-то красивое, что-то нежное, что-то воздушное, светлое и прочее. Это такой вот стиль. То есть вы хотите сказать, что можно полноценную фотосессию сделать на плюночный фотоаппарат? Дневную, да, дневную, к сожалению. А то есть есть все-таки какие-то свои нюансы, где-то уступает плюночный фотоаппарат цифровому. Хорошо. Но ведь на цифровом фотоаппарате, так же, как мы привыкли, там на телефонах у себя везде, ты можешь снимки отсмотреть. То есть ты тут же приблизил, посмотрел, так, у меня здесь ухо торчит, рука не туда смотрит, глаз один не в ту сторону, удалить и заново. Здесь же нельзя ничего исправить. Здесь же, наверное, и самое интересное, что... Включается профессионализм фотографов, да? Что начинается работать голова и мозг, да? Что над каждым кадром ты начинаешь думать, и что ты хочешь увидеть в конечном итоге, ты начинаешь все оценивать до конца, а не спускать спуск затвора фотоаппарата цифрового и все подряд снимать. Ты именно думаешь над каждым кадром, и поэтому, когда ты видишь уже результат, который получишь через недели, две, три, ты уже ждешь эти кадры с нетерпением и восхищаешься полученными результатами. То есть это на самом деле очень интересный процесс, на самом деле, который ты видишь. А вы сами пленку проявляете или же... К сожалению, нет. И с этим тоже есть сложности, потому что лабораторий у нас в Ростове нету, они только есть в Москве. То есть уже все, уже у нас этим не занимается? Профессионально нет, уже не занимается, да. И что вы делаете? Вы отправляете пленку потом в Москву и ждете готовые снимки? Да, проходит две недели, там ее сканируют на... Проявляют, сканируют на профессиональном сканере и уже, правда, в цифровом варианте присылают. Все-таки цифра присутствует. Андрей, у меня вот вопрос, мне просто интересно, да, вот вы сказали, что поскольку, да, вы фотографируете на пленочный фотоаппарат, вы очень большое время, ну, очень такое внимание уделяете постановке кадра. То есть получается, допустим, ну, я не знаю, свадьба, например, да, вы фотографируете, ну, допустим, жених-невеста, да, вместе с семьей. Сколько времени, ну, или как вообще этот процесс выстраивания кадров, да, в данном случае, выглядит? Происходит. То есть вы, ну, допустим, они хотят сфотографироваться, ну, где-нибудь там, если открытая местность, да, какой-нибудь красивый, это самое. Вы как-то, сколько времени на это уходит, прежде чем вы нажимаете на, собственно говоря... На курок. На курок. Да, я забыл просто, как это называется. Здесь другая химия происходит, только уже не между светом и пленкой, а между фотографом и парой, да. Чем больше вы начинаете фотографировать молодых, а ребята начинают позировать, тем больше происходит вовлеченность в процесс, и уже здесь происходит обоюдное такое желание, и этот процесс начинает ускоряться, да, и быстрее происходит само постановочное действие, и ты просто горишь этим желанием, и вдохновение просто приходится каждой секунды. А скажите, вот когда вы получаете эти снимки заветные через 2-3 недели, есть те, которые вам не нравятся, которые вы потом не отдаёте молодым или там моделям, с которыми работали? Процент брака всегда присутствует, но вот выбрать, наверное, кадры, которые самые лучшие, вот здесь, наверное, большая проблема, нежели отбраковать то, что получилось слишком смазанным. Проблема просто нравится, не нравится, или она в чём-то другом заключается? Всё нравится. В чём проблема, да. Ну сколько примерно получается фотографий вот с плёночного фотоаппарата фотосессии? Есть какие-то пределы границы? Или вот, допустим, вот такая плёнка здесь есть, но они же разных размеров бывают? Я смотрю, просто они все примерно одинаковые. Бывают разные соотношения сторон у профессиональных камер. Бывает, в одной катушке можно снять и 16 кадров, как здесь, можно снять в другом соотношении сторон другого фотоаппарата, 12, либо 10. Я помню, что когда были фотоаппараты такие в нашем детстве, у кого-то это была молодость, я уверена, что практически у каждого телезрителя были те самые фотоаппараты плёночные, и когда заканчивались кадры, в самые интересные моменты начинаешь нажимать на эту кнопку, и ты понимаешь, что уже ничего не происходит, потому что просто кончилась плёнка. Потом были эти студии, фотостудии, куда мы носили эту плёнку, и точно так же, с нетерпением, как и вы, но это было, конечно, не 2-3 недели, это было там, ну, за пару дней же их, да, печатали вот у нас? Да, потому что местная лаборатория. Но это была классная эпоха, классные времена. Это было, да, это было так необычно, ты ждёшь эти фотографии, и я всегда думала о том, кстати, у меня всегда посещала там мысль, что люди, которые печатают эти фотографии, они смотрят и смеются там, что ты как-то не так выглядишь или с тобой что-то не так. Да, они, собственно, первыми, кто видели. Слушайте, наверное, интересно в плёнке, именно в те времена было, что это было всё живое. А вы когда отдаёте своим заказчикам, вы их ретушируете или всё-таки отдаёте в первозданном виде? Цвет я не трогаю. Цвет остаётся настоящий, как он был задуман в этой фотоплёнке конкретно, потому что есть разные модели фотоплёнок, и в них, соответственно, разные есть цвета. А конкретно в этой плёнке, в которой цвет задуман, в таком он и переходит с лаборатории. Но я делаю ретушь портретную, потому что либо убираю лишние детали, которые в кадр могли попасть, чтобы был более немножко чистый кадр. Андрей, а как думаете, ну понятно, что технологии, как мы уже вначале сказали, шагнули вперёд, но вот как вы думаете, всё-таки вернётся, будет ли вторая волна, вот как сейчас эту вторую волну популярности переживают виниловые пластинки, они вот сейчас опять входят в оборот, а вот не ждёт ли то же самое плёночные фотоаппараты? Да. Я сейчас говорю даже не только о профессиональных, а просто о самых обычных. А почему... Можно я пока посмотрю? Да, конечно. А почему виниловые пластинки так интересны? Потому что там более объёмный звук, наверное, да? Он более, не знаю, с душой, можно сказать. И сейчас все музыканты стараются все альбомы свои, даже ради там, по-моему, одного трека, они его записывают даже на пластинку. Да, потому что, ну, мне кажется, что там есть какой-то объём. А конкретно у вот этого фотоаппарата, который уже не выпускается, который, по-моему, последний его вышел в 2001 году с завода. За счёт того, что он больше по формату, и он называется средний формат, так называемый, у него есть такой объём, который ты видишь, который ты чувствуешь даже на фотографии при просмотре. Поэтому он ещё жив, поэтому он ещё интересен. Но когда цифровые технологии приблизятся к нему, я не знаю, и приблизится ли вообще. Потому что с каждым годом меняется эпоха, меняется настроение, и меняется какой-то вкус там, да. Ну, в общем, поживём, увидим. Действительно, может быть, и, как и в случае с виниловыми пластинками, вторая волна популярности ожидает, может быть, и плёночные фотографии. Андрей, спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли. Мы, не знаю, поздравляем вас с днём музейного селфи, на всякий случай. Ну, действительно. Дорогие друзья, у нас в гостях был фотограф Андрей Овчаренко. Ирина Владимировна, здравствуйте. Сегодня мы поговорим о юридических тонкостях развода. Насколько я знаю, во время развода нажитое супругами имущество в браке делится пополам. Но вы говорите о том, что существуют какие-то нестандартные ситуации в этом вопросе. Расскажите, пожалуйста, о чём речь? Во-первых, не всё, конечно, то имущество, которое приобретено в браке, является совместным. В первую очередь, это то имущество, которое получено в наследство, в дар, либо приобретено одним из супругов на личные денежные средства. Оно не будет делиться и будет являться личным имуществом того супруга, на которого это имущество приобретено. Я хотела поговорить о тех нестандартных темах или тех нестандартных методах, которыми пользуются, ну, не совсем добросовестные супруги, когда пытаются сделать так, чтобы имущество не подлежало разделу. Ну, например, в моей практике были такие ситуации, когда супруг оформлял всё имущество на тёщу. Зачастую это вызвано именно тем, что супруги, ну, например, работают где-то в госструктурах, да, и для того, чтобы не показывать свой доход, они оформляют на других людей своё имущество. Но это может сыграть для них злую шутку, да, и если они разводятся, то при разделе этого имущества они оказываются в ситуации, когда это имущество оформлено на третьих людей. Как его поделить? У меня ситуация была, когда мой доверитель был абсолютно добросовестным человеком, он действительно заработал эти деньги, и мы смогли подтвердить, что это его личные денежные средства, ну, а, соответственно, у тёщи просто не было таких денег для того, чтобы приобрести дом. Единственный минус такой ситуации в том, что невозможно разделить это имущество, то есть мы не можем требовать одну-вторую долю в праве собственности, как мы требовали бы при разделе общего имущества с супругой. Мы имеем право требовать только компенсации стоимости, которую мы, тех денежных средств, которые мы потратили на это имущество. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова